Так, у нас остались две последние миссии в этой замечательной игре, которая близится к своему завершению уже. Как бы не прискорбно это звучало, но это так. Значит, у нас будет миссия, связанная с погоней за Ленни, один из злодеев в этой игре. И нам нужно будет, нам нужно будет сейчас, значит, поехать взять Джонса и уже вместе поехать за Ленни. Ну, как полагается, там на место встречи, в общем, там будет. Но он удерёт этого места встречи на вертолёте, и, соответственно, мы уже будем ехать за вертолётом в последней миссии. Я не скажу, что она такая сложная прям, эта миссия с вертолётом. Миссия с вертолётом сложная в Vice City, блядь. А здесь-то это херня полная. Ну, конечно, тут есть тоже хитрости есть определённые. Потому что он в конце там начнёт ускоряться, и, соответственно, нужно его немного на опережение брать, чтобы он не ушёл в последний момент. Ну, для этого нужно знать его маршрут, в принципе. Так. Здесь у нас ситуация накаляется, я смотрю. Так, ну и здесь осталось немного. Я вот боюсь, чтобы машину не повредить, я не знаю, можно ли из неё выходить будет. Поэтому в этом плане я аккуратничаю всячески, стараюсь. Где-то у нас здесь гараж как-то, или что тут надо сделать-то? А, во двор что-то? Так, вот она машина Джеррика. Вот на это место мы должны попасть. То есть насчёт Джонса я ошибся, здесь Джеррика оказывается наш подельник в этой миссии. Соответственно, мы добираемся до места встречи с Ленни. Ну, эта машина тоже неплохая. Мне она нравится. Такая она бодрая. Не уступает тому Мерседесу. Хотя там звук такой прикольный у него. Так, ну давай. Как-то очень быстро мы прошли эту игру. Особых трудностей не было. Конечно, бывали миссии, где я там по несколько раз их пытался, но это всё херня. Это всё даже обсуждать не стоит, потому что в детстве я как бы не мог очень долго пройти некоторые миссии. Блять. Не получалось у меня в детстве пройти. Отдельные миссии. Ну, а сейчас-то у меня, конечно, никаких проблем вообще не возникает с прохождением. Таких прям серьёзных, я имею в виду. С одной стороны, конечно, опыт играет роль, потому что я как бы уже... Я не знаю, сколько раз я проходил эту игру, но очень много. И в детстве, и в детстве, уже в более сознательном возрасте. И, в принципе, так как мне нравится физика в этой игре, я в неё частенько играю. Просто так, для удовольствия. Да, когда настроение есть... Поэтому, соответственно, благодаря тому, что имеется скилл уже, прохождение этой игры мне как бы даётся достаточно легко, я бы сказал. Так, ну и мы почти что добрались до местного назначения. На пирс сейчас выйдем. Вот он, вертолёт. Такая сценка, и непотографичная. Я раньше в детстве думал, вот бы реально такая графика была в игроках бы. Как было бы охуенно. Ну, сейчас, конечно, смотрится, ну, на уровне GTA Vice City, может быть. Время, 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 Джерико. Ты планируешь это на меня. Пусть соноса. Блин, ошибка. Пусть соноса. Скажи Кейна, мне нужно Ленни больше, чем он делает. Я тебя найду. Вон он. Вертолёт этот, который будет здесь над городом парить. Маршрут, я его, в принципе, помню. Но он уже подбитый, потому что Джерико ему нанёс урон небольшой. Так, он сейчас поворачивает направо. Мы можем вот здесь, в принципе, проехать. Но здесь, в принципе, его потерять тоже можно. Так, за нами гонятся кто-то там. Люди из мафии. Но он сейчас проедет этот вертолёт вот на эту вот улицу справа. На поворот. Поэтому я, в принципе, его-то маршруту не следую. Я иду на опережение небольшое. Засмотрелся на карту, называется. Так, давайте-ка вы нахуй пойдёте, а. Ну вот это херово, то, что он меня обошёл сейчас так. Я здесь как бы его должен был бы уже опережать. По-нормальному. Но я немного отстаю, поэтому нагнать будет, конечно, возможно, но трудновато уже. Ошибок придётся постараться делать поменьше уже. Там ещё копы. Ну, он у нас в зоне видимости, в принципе, находится пока что. Так, навстречу едут. Блядь, а ну. Ну всё. Ну вот так вот можно сейчас на опережение идти. Он у нас сзади. Главное его не потерять. Вот так вот это. Ускоришься и как бы забудешь, что, в принципе, возможно такая ситуация, когда ты его потеряешь, когда он сзади будет находиться. За этим тоже следить нужно. Ну, здесь уже можно топить по полной, потому что он будет тоже ускоряться сейчас. Ещё у нас сзади, блядь, петушки эти. Ещё постараемся скинуть их. Во! Красава! Ну, чё-то такое нерешительное-то, блядь. Так, он налево. А я могу сейчас повернуть-то или можно? Ну, можно прямо втопить, конечно. Ну, давай прямо втопим. Блядь, нос. Пидарас, ёбаный. Дыдыщ, нахуй, блядь. Пидарас-то, а не лейтенант. Вот ту факин щит. Да шо за хуйня. Сто раз так делал, блядь. Прокатывало. Расступись, нахер. Хопа! Блядь, ну, сука, гандон ты вшивый. На-нах. Опасно-опасно идём. Пиздец. Данжер, ёпта. Чё, прямо налево? Ладно, поехали прямо. Здесь, опять же, фактор такой есть. Но вот и, блядь, приехали. Поэтому надо сворачивать налево, наверное. Это я чё-то обознался. Гол, нахуй, свои ворота. О, по-босяцки вошёл как. Чё, всосало? Чё-то он не хочет вообще от меня, блядь. Отставать. Прилип как банный лист к жопе, блядь. Ну, давай, в стопи. Здесь бы нам это самое, поменьше вилять жопой, побольше бы газовать. Потому что чёпер, он как бы ждать не будет. Такс. Я тоже так умею. Блядь, спереди, суки. Ёб твою мать. Ну, какого хера опять спереди-то, блядь. Да пошли вон нахер. Так, ну, неплохо, неплохо было. Сейчас я попробую прям сильно на опережение, чтобы много было у меня времени. Много было, чтобы у меня возможности для того, чтобы затупить в будущем. Здесь, опять же, такой фактор играет роль. Потому что они могут появиться, тебе в лобешник вылетит, а могут не появиться. Вот от этого зависит твой успех или поражение. Вот в чём дело. Пока он едет сзади, вроде как он не мешает. Но вот он появляется спереди, опять же. Это ублюдок он. И могло быть фиаско сейчас. Так, ну, мы его прилично обогнали. Сейчас можно поворачивать налево. Блядь, этот хуило меня мешается просто. О, скинули немного. Прямо напрягает он меня. Конкретно так. Ещё один спереди. Ладно, направо. Опа, здрасте. И он сюда тоже. Но нам по прямой сейчас в любом случае. По-любому, то есть. И вот сейчас здесь он начнёт ускоряться интенсивно. Но так как я, в принципе, поравнялся с ним, я думаю, я его не упущу. Я надеюсь, блядь. Вон он, как ускоряется. Это пиздец просто. Ёб твою мать. Не. Нормально. Всё, вот он. Ну и всё, и игра пройдена. На изи просто. Чё жирный? Надолетался, всё. Кейн, Васкез, Рио Пи-Ди, мне. Personally, I don't care what you know. You're not gonna shoot that. Бросил бы я его в вагоне уже сразу, хули. Свинку поджарили бы. Ну ладно, сейчас будет, в принципе, уже финальная заставка. Здесь всё понятно с сюжетом. И, в принципе, я сейчас покажу вам ещё одну вещь, которая здесь открывается. По факту прохождения игры здесь открываются бонусы. Мало того, что можно все эти миссии переигрывать за любой город, так ещё и здесь локации открываются, секретные. Так, в опциях вот здесь вот где-то. Вот секрет. Здесь у нас горная вот эта вот трасса. Трек. Ну и чит можно включить. Вот этот вот иммунитет против полиции и неубиваемость. Сейчас покажу вам горную трассу. Пейзажи там охуенные. Здесь на время тоже можно проходить. Ну вот она, эта трасса. Это та же самая трасса, где мы преследовали красную тачку в прошлой серии. Она здесь закольцована, правда. Здесь выхода нет в город. Но так-то это она и есть. И реверс здесь. Ну, можно чисто на время здесь травить её. Тихо-тихо-тихо. Раньше времени не упасть бы. Не наебнуться туда. Конечно, она трудная по-своему. Нужно максимально быть сконцентрированным. Вот здесь можно ехать вот по этой хрени. Но здесь бывает, что встречаются камни. Их приходится объезжать. Ну и срезаться, конечно, тоже. Иногда можно. Здесь ещё хорошо то, что трафика нет. Если был бы трафик, как в обычном городе, да? То было бы посложнее здесь ехать. Но я, если честно, я ещё не наигрался в эту игру. Я бы ещё раз бы её прошёл с удовольствием. Во что это я врезался, интересно? Ну да ладно. Я бы её ещё раз прошёл бы с удовольствием. С превеликим. Тихо-тихо-тихо. Ну я думаю... Вот чё за хрень? Не понял. Чё за секретная арена, блядь? Я такого ещё не видел, блядь. А ехать-то куда? А, это я вообще не туда заехал. Ёб твою мать. Это нужно было вон туда ехать-то. Оказывается. Вот оно в чём дело. Сейчас я попробую его чисто пройти вообще, чтобы максимальное время своё заценить. А, ка-кхэ. Тихо-тихо. Тихо-тихо. здесь можно так сочетерить немного по внутреннему кольцу пройти блядь во что я врезался вот сука там же ограждение плоская каким он мог его врезаться так направо-направо-направо я помню ну и вот так вот достаточно живописно выглядит эта трасса в ночной версии сейчас мы кружочек сделаем завершительный круг почета так сказать этой игре дань отдадим можно любоваться вот таким вот замечательными пейзажами которые открываются перед нами конечно любоваться всем этим нужно на старом лт телеке на жк это все смотрится немного так бедновато конечно но вот на старом телек неплохо неплохо но на жк единственный путь решения это повысить разрешение в самой игре в этом случае конечно будет получше но будут видны низко полигональные модели потому что мыльца такого не будет которая все дело как бы скрывает не будет видно что на самом деле графон то полное говно ну полетел блядь бай-бай на хучао какао они кстати говоря не умирают там блять что что достаточно странно потому что если я улечу туда это все будет это у меня даже сейчас активен чит на бесконечное здоровье но это меня не спасет если я туда улечу это все будет ну и видно как здесь fps просто проседает она здесь не знаю fps 10 наверно таком дело текущий блять геймплей но это связано с тем что трафик присутствует достаточно насыщенные плотные здесь вот так ну вот и все ну пожалуй мы на этом закончим серию я думаю в будущем я запишу еще одну серию с читами читами там будет чит на нитро ускорения и так далее покажу все как сами читы естественно выложу покажу как их применять там использовать и так далее но на этом мы завершаем на сегодня до новых встреч